Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видосе мы с вами поиграем в Half-Life 2 на Xbox One. Да, если кто-то не знал, эта игрушка была на Xbox 360 и входила в, так скажем, сборник игр, который назывался Orange Box. Данный сборник доступен на Xbox One по обратной совместимости и за сборник большое спасибо доброму страннику, он знает о чем я. Если что, в этот Orange Box входит Half-Life 2, Team Fortress 2 и Portal, но сегодня мы поиграем только в Half-Life. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вам нравится такой контент и погнали! На самом деле, в свое время я пропустил данную серию игр и не знаком с лором вообще. Да, я знаю, что у нее очень много фанатов, что там Гейб не может читать до трех и все ждут третью часть, но я, конечно, сторонник этой темы, потому что я не шарю в этом. Вообще, по секрету, Half-Life 2 у нас была на комп и в нее играл мой батя. Я не играл, потому что мне не нравились такие игры, а именно игры от первого лица. Короче, у нас он загрузился, как вы видите, здесь пять. Видимо, Half-Life 2, разбитные эпизоды, Portal и Team Fortress. Кстати, в Portal я вообще не играл, а вот в Team Fortress я, по-моему, играл, ну, где-то год назад с Виджилом, он меня как-то туда затаскивал. Короче, начнем с самой первой. А, знаете, по игре можно сказать, что она, к сожалению, полностью на английском. Как бы это минус для меня, я не шарю в английском, но посмотрим, что к чему. На самом деле, очень радует то, что есть обратная совместимость на Xbox, поскольку, ну, она реально позволяет проникнуться некими играми, которые были давно. Кстати, напишите в комментариях обязательно, кто играл в эту игру и чем она вас так вот цепляет. Мне очень интересно, потому что, опять же, повторяю, что я не знаком с лором этой игры и не знаю, что в ней такого легендарного. О, кстати, знаете, вот смотря на анимацию лица данного персонажа, она вот намного лучше, чем в новую метро, серьезно. На самом деле, мне кажется, стоило вообще пройти сначала первую часть на компе, чтобы запускать вторую. Кстати, у меня существует такая теория, что в игры от Valve все-таки лучше играть на ПК, потому что иногда они не оптимизированы на консоли так, как нужно, а именно в управлении. Потому что, когда я играл в Counter-Strike, там управление такое себе. Ну-кась. Вот, о чем я и говорил. Короче, здесь вот управление в прицеле, честно говоря, не очень. Вот именно она с какой-то, знаете, задержкой и топорностью. О, это звук. Слышите, да? Мне, кстати, скажу, графон реально выглядит нормально, несмотря на то, что она, скорее всего, даже не в 1080p идет. Потому что, если вдруг кто-то знает английский и хотел бы перепройти, то это было бы годно. Добрый день, товарищ. Ну, может, полицейский, может быть, нет, не знаю. Что такое? Что вы на меня так посмотрели? Так, это какой-то фейс-контроль, да? Хорошо. Туда, да? Хорошо. Ну, а если я не хочу туда, что мне делать? Ладно. Да я понял, понял. Я, походу, в кабинете гинеколога. О, привет, привет. Я думаю, что ты мне знакомый. Блин, очень жалко, что это игрушки не на русском языке. Так бы я, наверное, просто рад был бы ее пройти и понять, в чем ее суть. Я думаю, что столько, так скажем, фанатов ждут Half-Life 3 не просто так, а просто консольщики, поэтому, возможно, я ее пропустил. О, тут можно брать даже любой предмет, по сути, ну-ка. Прикольно. Вот на самом деле, вот такого мало встретишь в играх, чтобы можно было что-то брать. Такое вот лежачее, типа вот... Все, я понял. Уходим, уходим. Кстати, мне кажется, что игруха для этого... Ну, так скажем, для того времени, но она просто шикарная была. А, как-то можно пристись в вопрос? О, вот она. Оп! Вообще не спалимся. Ладно, погнали прям в лоб к нему. Че ты меня толкаешь? Ладно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Он за мной, что ли? Что он тут не хочет? Какой он медленный, а? Ну, отстань от меня, господи. Не хочу я с тобой драться. Ого, какая карта. Вон там и осталось, походу. Ладно. Добрый день. Ой, господи. Опять этот фейс-контроль. Кстати, пока я даже не понимаю, куда идти, а теперь понимаю. Знаете, вот по звуку, по, так скажем, визуализации, эта игруха атмосферная. Вот серьезно. Несмотря на то, что она старая выглядит, в нее комфортно играть. Если что, кстати, настройки чувствительности не настраиваются. Опа-на. Кстати, а качелька здесь рабочая, интересно? Ничего себе. Оп. Оп. Кстати, вообще прикольно. Ребята, держите. Ну, не хотите, как хотите. Так, а этот... Ой, ботинок. Так, ну-ка. Это тебе тоже. Ух. Блин, зря я его сагрил. Ладно, погнали. Не, конечно, склейки между локациями, они тупенько выглядят. Но зато убирает стража. Блин, вот серьезно, я на самом деле немножко поражаюсь от этой игрухи, поскольку она, ну, вышла реально давно. И со звуками, с анимацией, со всем этим, у нее все в порядке. Если сравнивать ее, конечно, с новым метро. Там вообще дикий ужас. Блин, вообще звуки нормально сделаны, отвечаю. Я прям слышу и слева, и справа. Да, 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 да. Да, погнали, погнали. Я чувствую, что он мне поможет. Ой, 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 ой. Let's go. Спасаться. Бегом, бегом, ребята. Дела плохи. Бежим, бежим, бежим. Давай, закрывайся. Все, я понял, давай. Блин, вот эти загрузки не мешают, мешают, мешают. Серьезно, по геймплею и по атмосфере это прикольно. Да, я понимаю, я даже ни одно оружие не нашел, ничего, но она мне безумно нравится. Что, стреляет, что ли? У-у-у, мама моя. Ё-ёй, чуть не упал. Что, по мне стреляет или что? Ёш-матрёш. Нет, уходи, уходи. Братан! Эээ, а раз на раз я-то не могу с тобой. Эээ, господи. И что мне... Ух. Нормально у меня сбоку. Привет, я тебя где-то видел. Да, я доктор Фреймен. Вот посмотрите, посмотрите на анимацию лицевую вот этой игры. Она нормальная. Не то, что в метро. Вот серьезно, я, наверное, не прекращу говорить о том, как метро фигово сделано. По ее бровям, ну, понятно, что она дрожжелюбная, что ей там, не знаю, что-то интересно. Кстати, жалко, что я не посмотрел, как она их это расфигарила. Вот это потайная комната. Интересно, я сегодня дойду до того, как мне дадут какое-нибудь оружие или хотя бы броню. Я так понимаю, что это потайной бункер. Клево. О, я знаю, скорее всего, там выбежала такая хреновина, которая на всех прыгает. Ооо, это легендарная броня. Вот есть ты... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот она сбежала, ловите ее, ловите... Так, вот да-да, я про нее говорил, вот она сбежала. Ой, господи, какая она отротительная! Смотрите, какой у нее рот, это просто жесть. Ух, мне было бы реально срочно увидеть ее. Короче, поздравляю, профессор, мы ее потеряли. Так, и как ее забрать, вопрос? А, вот оно! Вау! Это еще музычка. Клево. Так, походу, на ней будут пробовать телепорт. Так, что-то не получилось. Так, ребят, у вас тут розетка отошла. Я сейчас... Я починю. Как ты так розетку-то вставил? Угу. Я шар, что делать? Ой, ох, это что такое? Ой-ой-ой! И куда ты ее отправил, вопрос? А, он ее туда отправил, ничего себе. Так, я понимаю, сейчас моя очередь, да? Ха, знаете, как будто мне сейчас рентген будут делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет, ну только не ты! Ребята, дело пахнет писянами. Так, мне нужно выходить отсюда или что? Знаете, у меня так в глазах, когда на солнце смотрю. Ой, беда! Ну что, что будет? Ой-ой-ой, я еле-еле передвигаюсь. О, все, можно спринт делать. Так, убегаем, убегаем, убегаем. О, да! У нас есть лом. Отлично. Оп, оп. Знаете, в этой игре прекрасно все. Вот, серьезно. Все, когда я лом получил, уже чуть-чуть по-другому все пойдет. Ой-ой-ой. А, вот так не хочешь? Оп, оп, оп. Может быть, здесь как-то что-то будет? Ай-яй-яй. Он мне палит. Музлот тут, конечно. Прям. Ой-ой-ой-ой-ой! Что мне делать-то? Да, в этой игрухе придется, наверное, попотеть. Жим-жим-жим. Оп-оп-оп. Убегаем, убегаем, убегаем. Блин, вот опять это с клейкой. Кому-то помочь. Эм, ну мне только лом. Лан, гоу 1-1. Оп, оп, оп. Чик-чик. Оп. По голове тебе. О-о-о-о. Все, теперь у меня есть пистолет. Отлично. Все, ты спасена? Себя сотка? Интересно. А, блин, прицел здесь вряд ли будет, конечно. Кстати, целиться здесь вполне нормально. Это я, наверное, зря сказал в начале, как бы. Несмотря на то, что управление здесь немножко, ну, такое вот затянутое, поскольку здесь нельзя отрегулировать чувствительность. Но стрелять здесь нормально. Оп-оп-оп-оп. Подзаряжаем. Ну, кстати, патрон здесь вполне. И убиваются они неплохо. О, так, отлично. Не зря поезд подъехал. Блин, нифига себе они светят. Идем сюда, идем, идем. Сейчас я тебя достану. Кстати, нравится, что любой предмет практически можно брать. Прикольно сделано. Ой-ой-ой. Вот опять же я не вижу, откуда они. А мы тебе сейчас вот этой. Ништяк. Музыка вообще, на самом деле, накаляет обстановку. Так, кто в меня стреляет? Да я не вижу, вот серьезно. А, вот они, понял. Оп. Может, меньше жизни потерять. Кстати, не знаю, ой-ой-ой, умеет он плавать или нет? Наверное, умеет. Да, отлично, он умеет плавать. Кстати, посмотрите, как здесь офигенно сделана вода. Да, вообще, жесть. Вообще, ништяк. Для игру фито 2004 года. Знаете, отчасти я теперь понимаю, почему все ждут третью часть. Потому что вторая в 2004 году. Но она просто круто сделана. Ого, нифига себе, даже, типа, металл гнется. Которое сделано. Так, наверное, я зря это разбиваю. О, разрушил. Отлично. Сейчас, нужно подойти к ним поближе. Блин, нифига себе, они фигарят. Эм, его так сделаем. Оп. Сейчас мы их вырубим. Что, уроды, а? Как вам такое? Засранец. О, засранец. Кстати, управление пулеметом здесь, ну, какое-то странное, знаете, тут. Типа, он то ли взял его, то ли не взял. Короче, как-то вот, знаете, ну, вы поняли, наверное, да, то, что он руками не прицепился к этому. Никак не привыкнул к кнопке приседания. Нет! Нет, 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 нет. Фух. Что, башку кому-то уже откусило, да, походу? Или что это такое? Да, походу, все-таки кому-то она откусила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня эти ботинки скользят, и поэтому... Так, так, так. Сейчас я вынырну, и капец вам, ребятки. Ну, я, нифига себе, я прям снайпер. Пинтовочку бы, конечно, сюда. Так, теперь я думаю, что нам нужно как-то залезть сюда. Как мы это можем сделать, вопрос? Сложить кирпичи, наверное. Ну, прикольно то, что в этой игрухе даже есть физика. Побольше придется кирпичей наложить. И надеюсь, что кирпичи все-таки имеют вес в этой игре. Так, еще кирпичик давайте. Опа! Логика. Ой-ой-ой-ой. Я думал, он меня не заметил. Какая долгая миссия, я в шоке на самом деле. Да мочи их, мочи, мочи! О, прикольные штуки вообще. Они так еще бьются. Но они довольно-таки опасные. Вон, чувака чуть не разрезали. Какие здесь локации прикольные вообще. Так, я понял. О, вот оно, вот оно! Вот это мне нравится. Опа! Так, отлично. Новое оружие, я всегда рад новому оружию. Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Да отходи ты, пристал ты ко мне. А ты как-то сюда зашел? Ну-ка, иди-ка сюда. Сейчас тебе... Оп-оп. Минус о нем. Никого здесь больше нет. Как в шахту вопрос забраться? Так, все. Не понимаешь, зачем делать шахты? Ох! Под размер человека. Вот здесь лучше, мне кажется, не стрелять. Потому что есть вероятность, что все пойдет наверх. Ой, ладно. Давай по одному. Ну? Чё, не все, что ли? Оп-оп. Так, теперь нам нужно на ту сторону. Только я не очень понимаю, как это сделать. Блин, не надо было реально разбивать ту штуку, скорее всего. Топ-па наставил. Ну, фух, еле как залезли, но неплохо. Сейчас, оп-оп, сейчас как спецназ. Е-е-е, бой. Сейчас мы откроем, скорее всего, ту штуку, которая была снизу. Блин, или не откроем. Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Братан, сейчас всплываем, всплываем. Потерпи. Мистер Фриман, не умираем, не умираем, не умираем, не умираем. Чё-то я увлёкся, я увлёкся, очень сильно увлёкся. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ладно, на этом, в принципе, я думаю, можно и закончить, поскольку я играю, наверное, уже около часа. Короче, чё могу сказать о игрухе. Несмотря на то, что она сделана в 2004 году, она сделана очень круто. Лицевая анимация персонажей, физика, задумка вообще игры, атмосфера. Ну, вот как по мне, это всё на лучшем уровне. Теперь я, на самом деле, ну, чуть-чуть понимаю тех людей, которые, капец, как ждут третью часть. Это я, по сути, сейчас играл, не вникая в сюжет, но если вникнуть сюжет, я думаю, что это, ну, вообще будет нереально круто. На самом деле, у меня реально появилось желание скачать её на ПК и пройти с русским переводом. Как мне кажется, он всё-таки есть. Не знаю, так это или нет, но реально очень годно. Я даже не ожидал, что игруха, блин, того времени сможет вот так вот удивить. Говорю, некоторые игры намного хуже сделаны, чем вот она. Это вообще в шоке. На этом я, в принципе, закончу. Если вдруг кому-то понравилось видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях своё мнение об этой игре и напишите, в какую игру поиграть в следующий раз. В следующий раз я, наверное, поиграю либо в Portal, либо в Team Fortress 2. Не знаю, там остались ли игроки или нет. И на этом, в принципе, всё. Большое спасибо за просмотр, ребят. До новых встреч.